Эффективное использование земельных и водных ресурсов, развитие сельского хозяйства и повышение производительности труда являются приоритетными задачами стран, которые заботятся о своем будущем. Именно эти аспекты являются главной стратегией продовольственной безопасности. Президент Республики Узбекистан подписал указ об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. Подробности данного документа в комментарии программы. Весь мир находится в форварде инновационного развития. Звучат гипотезы о том, что вскоре человеку попросту не надо будет работать, но даже ничего не делая. Человек разумный должен дышать, есть, пить. В общем, удовлетворять свои физические потребности. Вопросов больше, нежели адекватных ответов. Узбекистан – страна с таким потенциалом, что инновации нам нужно внедрять поэтапно и соразмеряя каждый шаг. Как, например, в сельском хозяйстве, где мы были бы уже давно впереди планеты всей. Как, например, в сельском хозяйстве, где бы мы могли уже давно быть впереди планеты всей. Указ президента об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы действительно исторически и не имеющий по внешнему и внутреннему содержанию аналогов документов. Аграрный сектор сегодня является важнейшим трендом для развития экономики всей нашей страны. Надо признать, что аграрный сектор за последние 30 лет находился в сложнейшей ситуации. По многим направлениям агропромышленного комплекса мы не могли получить тот результат, который на самом деле мог обеспечить достойную жизнь более 50% населения нашей страны. И сегодня как раз-таки мы говорим о переломном моменте развития сельского хозяйства. Мы переходим на абсолютно новые рыночные механизмы развития сельского хозяйства. В рамках этой стратегии будет разрабатываться закон, который будет четко различать права и фермера, и кластера, и дыхканского хозяйства, и других субъектов сельского хозяйства на эту землю. Права и выделение земли на определенный срок, это на 50 лет, будут иметь прозрачный механизм. Инновации, научные разработки, увеличение экспорта – все это составные достижения основной цели – существенного повышения уровня обеспечения населения продовольствием, что идет в увязке с улучшением Генофонда нации в целом. По данным доклада продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, в 2018 году 113 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия. А еще 143 миллиона находятся всего в одном шаге – от голода. За счет комплексных и масштабных реформ в агросфере в последние годы Узбекистан значительно улучшил свои позиции в рейтинге глобального индекса голодания, поднявшись на 52-е место среди 119 государств с показателем 12,1. Однако следует учитывать высокие промиллы роста населения республики при идентичном увеличении потребностей в продуктах питания, в водных ресурсах, электроэнергии и так далее. Документ еще раз подтвердил наличие тенденции, при которой государство не намерено бороться с последствиями, а работать на предвосхищение событий. У нас рыночная экономика до сих пор не проникла в этот сектор. Вот ключевая задача, на мой взгляд, этого документа – создать нормальные рабочие рыночные отношения. Что это даст? Это позволит оптимизировать структуру посевных площадей производства. Сейчас фермеры выращивают то, что им говорит государство. Благодаря реформе они будут выращивать на то, что есть спрос, то, что нужно людям, нам с вами. То есть мы будем получать те продукты, которые нам нужны, а не какие-то остатки от того, что фермеры выращивают после того, что они производят по госзаказу. Во-вторых, изменится отношение к земле. Сейчас у нас одна из ключевых проблем нашей страны – это низкое плодородие почв. Фермеры не чувствуют себя хозяевами. Они понимают, что они не являются самостоятельными предпринимателями, поэтому они не инвестируют в землю. И плодородие почв ухудшается. Это огромная проблема, которая призвана в том числе решить реализацию этого документа. Потому что фермеры получат больше самостоятельности. Они будут чувствовать себя хозяевами земли. Они будут инвестировать в плодородие земли. Всемирный банк вместе с другими донорами, Европейским союзом, ФАО, принимали активное участие в круглых столах и дискуссиях, организованных по поводу подготовки этой стратегии. Мы очень рады видеть идеи и предложения, которые мы предлагали, что они нашли свое место в стратегии развития сельского хозяйства. Мы полностью согласны с девятью стратегическими приоритетами, которые обозначены в этом документе. Нам также приятно видеть ряд индикаторов, которые есть в стратегии, с помощью которых можно будет видеть результаты. Стратегия и дорожная карта по ее реализации не просто программные документы, разработанные, кстати, с участием международных организаций и экспертов. Это взгляд в будущее через призму интересов наших детей и внуков. Немало нововведений, связанных с внедрением рыночных механизмов, созданием благоприятного агробизнес-климата, развитием инфраструктуры контроля качества, стимулированием экспорта, увеличением потока частных инвестиций для масштабной модернизации и более широкого вовлечения ноу-хау и научных разработок в конкретно все сельскохозяйственные производственные циклы. Будут осуществлены меры по разработке и внедрению механизмов интервенции на рынке продовольствия. Это позволит обеспечить стабильность цен стратегически важных продуктов питания. Кроме того, другим аспектом обеспечения продовольственной безопасности является обеспечение безопасности самого продовольствия, то есть его качество и защита прав потребителей, чтобы та еда, которую мы употребляем, была качественной. Для этого будут осуществлены ряд мер, в том числе, например, увеличенные инвестиции в лабораторные мощности. Надо отметить, что именно эти действия помогут не только улучшить наши позиции по продовольственной безопасности, но также помогут нам реализовать наш экспортный потенциал, так как продукция, произведенная в Узбекистане, будет намного проще проходить фитнес-санитарный контроль и другие меры контроля качества на экспортных рынках. Принятие практически первой такой долгосрочной стратегии развития ключевой отрасли народного хозяйства, здесь это сельское хозяйство, в котором занято почти 10% населения, и которое дает треть валового продукта Узбекистана, это крайне важно, потому что это создает основы для привлечения инвестиций, как местных инвестиций, так и иностранных. Это создает условия для создания системы продовольственной безопасности. Перед этим, может быть, упор делся на безопасность, скажем так, обеспечения продуктами, то теперь мы говорим также и о качественной стороне, о безопасности для потребителей. Создаются предпосылки к тому, чтобы тот огромный потенциал, который существует в сельском хозяйстве Узбекистана, по производству товаров более высокой ценовой категории, чем тот же самый хлопок, по внедрению дальнейшей переработки, создании цепочки добавленной стоимости того, что здесь выращено, и превращение его в окончательный продукт, в том, чтобы добиться большей занятости населения в сельских регионах, это всеобъемлющая комплексная программа, которая дает ответ на эти вопросы. Что тоже крайне важно, это что в самой программе заложены индикаторы роста. Важно это в том для нас, для партнеров Узбекистана, потому что под эту программу мы намерены осуществить проект прямой бюджетной поддержки Узбекистана. В то же время очевидно, почему глава государства постоянно акцентирует внимание на необходимости кардинального увеличения экспорта. Без поставок за рубеж не приобрести и не внедрить современные технологии, а без них по цепочке не поконкурируешь с сильными игроками. Не станет стимулов для сельхозпроизводителей, и таких звеньев множество. В этом аспекте придется решать вопросы санитарных норм, логистики, стандартизации и, конечно, оценить перспективы бренда, сделанного в Узбекистане. Прогнозирование по основным культурам должно стать долгосрочным. В стратегии также есть инвестиционный план, есть бюджет, который показывает направление, приоритетное направление государственного финансирования. Без бюджета не будет и стратегии, поэтому было очень важно иметь бюджетную инвестиционную программу в таком важном документе. Теперь стратегия – это начало перехода правительства к целям от контроля производства и к поддержке производства, к достижению цели повышения доходов фермеров, создания рабочих мест в сельской местности, реализации экспортного потенциала, который огромный в Узбекистане, и охрана окружающей среды и природных ресурсов. Сфера остро нуждается в качественных консалтинговых услугах, без оценки которых привлечь иностранный капитал практически невозможно. В то же время моменты, связанные с рациональным использованием ресурсов, продолжают оставаться в разделе проблематики. Стратегией обозначено, где, как и когда нужно предпринять меры воздействия на изменение ситуации. Вода – это одна из самых больших драгоценностей 21 века. Мы до сих пор ей распоряжаемся очень плохо. Огромные колоссальные потери при доставке воды, испарении. Вода уходит в землю, потому что совершенно инфраструктура устаревшая. Огромные потери при использовании воды, потому что, опять-таки, фермеры получают воду бесплатно и не заинтересованы в внедрении водосберегающих технологий. А вот концепция позволит найти стимулы для людей, которые занимаются и доставкой воды, и использованием воды, чтобы эту воду экономить. Следующая проблема – низкие инвестиции в аграрный сектор. Опять-таки, это связано с тем, что нет нормальных рыночных отношений. Если они появятся, тогда в этот сектор пойдут инвестиции. А это значит современные технологии по обработке земли, по выращиванию сельхозкультур, по использованию воды. Это все связано с инвестициями. Без инвестиций ничего не получится. Документом образуется Координационный совет по реализации стратегии, рабочим органом которого определено Министерство сельского хозяйства. Поручено в месячный срок сформировать по каждому приоритетному направлению постоянно действующие рабочие группы. Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения передается в состав Министерства сельского хозяйства. А таковы ожидания от реализации стратегии. Конечно, для воплощения в жизнь таких масштабных планов придется в прямом смысле попахать ни одному министерству, ведомству и компании. Но если к 2030 году Узбекистан будет экспортировать сельхозпродукции на 20 миллиардов долларов, то можно будет говорить и о росте экономики, и о социальном развитии, и о вхождении в когорту развитых стран, где каждый, даже малейший аспект рассматривается в долгосрочной перспективе с учетом малейших колебаний. Как ветра, так и рыночных котировок.